Добрый день дорогие друзья! Шауатоу! Хорошей недели! Это неделя перед Песохом. Очень важный шаббат. У нас будет шаббат Гагадоль. Глава называется ЦАФ. В нашем утреце говорят, что это глава именно о службе коинов. И написано о коинах. Агарон ни разу не упомянут в главе Вайкрафт, в предыдущей главе Торы. Почему это так? Потому что Ашем прогневался на Агарона, потому что он участвовал в изготовлении золотого тельца. И поэтому Маше просит за своего брата Агарона, чтобы Всевышний его простил. И когда он это просил, он говорит, что за услугу его сыновей, за праведность их. И Всевышний принял этот довод. И говорится, что передая Агарону закон о том, что пепел, который будет на жертвеннике, нужно его убирать, каждое утро, это специальная работа идет. Коины, которые участвуют в службе в храме, выбирают путем жребия человека, которого достоится снять пепел жертвенника. Он омывался, выбранный Коин омывался в бане, в микве. Потом подходил он к жертвеннику, перед этим, естественно, подходил к умывальнику, который между шатром откровения жертвенника омывал руки и ноги свои. После этого подъел к жертвеннику, брал в плоскую чашу немножко пепла и высыпал в специальное место возле пандуса. Вот такая была у него работа. А потом, после того, как это сделал, остальные Коины занимались сбором остального пепла, вырывали жертвы и складывали пепел в центре жертвенника. И чем больше пепла, тем более почетная служба, что люди приносят жертвы, значит, храм работает, все полностью выполняется. Огонь на жертвеннике горит постоянно. Огонь должен гореть на жертвеннике постоянно и не гаснуть. Это очень важный закон. Даже после полудня, когда уже жертвоприношения не происходят, то догорает жертва дневная, после полудня, и вот этот пепел уже до утра находится на жертвеннике, утром его убирают. Но огонь никогда не тушат на жертвеннике полностью. Вот так вот. Потом Машей Интереса спрашивает Всевышнего, а какое дерево годится для того, чтобы приносить жертвы? Всевышний сказал, любое, кроме виноградных лоз и оливковых деревьев. Почему? Потому что виноградные лозы удостоились этого за счет того вина, который они дают, виноград, 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 виноград и возливают его на жертвеннике. А оливковые деревья удостоились этого, потому что они дают масло для того, чтобы зажигать минору и для хлебных приношений. Поэтому это дерево для жертвника не используется. Вот так. Потом говорится интересно о коинах, которые ежедневно обязаны принести жертву двух ягнят. Одного утром приносят, и второго в послеполуденное время. И зарплата за это им не положена. Они эту работу выполняют, а духовная часть, единственное, что достается, шкура этого ягненка достается коину, который эту жертву приносит. Вот это и все. То есть, казалось бы, если эта жертва, допустим, мирная, то с каждой мирной жертвы коины получают и сейчас мясо, там, грудину, правую заднюю голень. А если жертва грехочистительная, то они вообще все мясо забирают себе, и едят они это в храме. А здесь нет. Вот поэтому, поэтому говорится, что это очень почетное дело это делать. И рассказано императоре Мумбазе. В голодный год он взял и роздал богатство своих сокровищ всем, кто нуждался людям. Его семья ему сказала, как же ты можешь, все твои предки копили эти сокровища, а ты их выдал бедным. Он говорит, мои предки хранили сокровища, чтобы к себе они не оставились, только передавали и передавали через поколение. А я что сделал? Я, говорит, эти сокровища сохранил не только в этом мире, чтобы передать. Я сохранил их навсегда. Это вечный мой вклад. Я их развал бедным, и теперь заслуга у меня никогда не пропадет. Эта заслуга будет мне навсегда. Это богатство, которое невозможно потерять. Это самый лучший вклад. Духовное богатство. И у бедных никто это уже не отнимет. И заслуга это остается навсегда. Когда-то тоже рассказано, что царь вызвал Ротшильда и спросил, сколько у него денег. А он сказал, сейчас я посчитаю. Он посчитал, назвал сумму, а царь говорит, как это ты меня пытаешься обмануть? У тебя намного больше денег, чем ты сейчас посчитал. Все твои предприятия, все твои банки, все. Это же совсем не та сумма, которую ты назвал. Он говорит, Ротшильда, я ему ответил. Вот я богатый сейчас человек. Вот у меня предприятия, вот у меня банки. Ну, случись сейчас война. Что у меня останется? Ничего. Все сокровища пропадут. И разных других ситуаций таких много. Но те деньги, которые я дал надзадаку бедным, это уже никогда у меня не пропадет. Это у меня вечное, это мои вечные деньги, которые навсегда останутся со мной. Так что духовная часть, это очень важное дело. И поэтому мы должны как минимум отдавать минимально десятую часть своей зарплаты. Надзадаку, эта заповедь нас охраняет и в этом мире, и в будущем мире. И радуются люди бедные, которые получают, что у них есть за счет этого пропитания. Ну, естественно, Всевышний нас не забывает. И мы должны давать. Как интересно, пишут наши мудрецы, что действительно положено давать 10%. Если человек живет по Западе, выполняет их, естественно, одна из Западей дай 10%. Но хорошо, если дают не 10%, а больше. Потому что мы не можем гарантировать, что мы выполняем все заповеди. Поэтому говорят наши мудрецы, искупи свои грехи благотворительностью. Вот так. То есть дать сумму от 10% до 20% это намного лучше. Вот так вот. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид, Берта бен Исраэль, Павел бен Ефим, Яков бен Ахум, Владир бен Григорий, Заздоровья Светлана бен Клара, Шолом Йона бен Цара, Шимон бен Ицхак, Инна бен Мира, Борис бен Мария, Мойша бен Маня, Аня бен Ривка, Полина Перв бен Соня Сура, Лена бен Клара, Жен бен Ида, Анна бен Елена, Ефим бен Эстер, Двора бен Мириам, Моисей бен Ева, Ирина бен Двора, Бат Инесса, Ольга бен Светлана, Йосиф Дан бен Цара, Таня бен Фрида, Ида бен Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бен Белла, Яков, Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга бен Берта, Ася бен Года, Марк бен Нина, Ира бен Вера, Лер бен Клара, Рафаэль бен Клара, Хана Цепора бен Цара, Ида бен Хая Авива, Ефим бен Соня, Майя бен Фаина, Алексей бен Ольга, Клара бен Броня, Гая бен Царит, Мазл Барса, Сгула, Ирина бен Ри, Рона Ри бен Нури, За хороший дух, Рона Ри бен Двой, Роднис бен Ахум, Авигаль бен Сара, Хана бен Аврагам, Рафаэль Эрилей бен Лариса, Галия бен Гедалья, Парнаса и Брюд, Ладир бен Рая, Анна бен Александра, Марина бен Рая, Борис бен Марина, Алексей бен Наталья, Всего хорошего Олегу Машенко, Всем Браха, Парнаса, Кавана мазал то, Что мы это время не грешили, Учили Тору, Всем всего самого хорошего, Всего всем крепчайшего здоровья, Еще раз шауату, До следующих встреч, Надеюсь, Стоится завтра в 15 часов, Шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова